Басмеллах, альхамдуллиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах, аля али и асхаби, аману аля маба. Следующая глава в Китабу-ль-Баю называется Баба-ль-Луката, глава о находке. И также в конце этой главы есть отдельный раздел, который называется Аль-Фасль Фил-Лакит, то есть раздел относительно найденного ребенка. Сначала будем разбирать вопросы луката, то есть находки, и потом, иншаллах, без ниллах, дойдем до найденного ребенка и какие постановления есть в шариате относительно него. Первый сегодняшний вопрос, что такое Аль-Луката? Говорит Аль-Луката, это название вещи, которую находят люди, то есть идешь по улице и что-то нашел. Эта вещь, которую ты нашел, называется Аль-Луката. Говорит, и это слово пишется с чем с даммой над буквой Лам и с фатхой над буквой Каф. Это его произношение более известное у ученых арабского языка, а также у мухаддисов. То есть Аль-Луката. Более того, Аль-Луката сказал, не разрешено произносить это слово как-либо иначе. И второе чтение этого слова, сукона над Каф, Аль-Луката. Говорит, сказал Аль-Азхари, это Кияс, то есть аналогия. Говорит, но то, что услышано было от арабов, а также то, относительно чего сошлись наивластные мнения ученые арабского языка и мухаддисы, это с фатхой. Не с суконом Аль-Луката, а с фатхой Аль-Луката. И также это слово произносится еще двумя другими способами. Люката, белом миллям, то есть с даммой над лям тоже люката. И валякта, бифатхиха, то есть с фатхой над лям, с суконом над Каф. И все эти четыре произношения этого слова привел в своем стихотворении Ибн Малик и сказал То есть произносится Это что такое? Это то, что подбирающий подобрал. То есть то, что подобрал человек, который подобрал. Значит, люката это что такое? Находка. Как называется тот, который нашел находку? Называется ла-кит или аль-мульта-кит. Аль-мульта-кит тот, который подобрал. А сама находка называется аль-люката. Дальше. Теперь различные постановления, которые касаются понятия находка. Халил агдал алильтикат ам адаму. Что лучше? Подобрать, если что-то ты нашел по дороге, или лучше оставить это? Ихталифа аглюль альм фиадил мас'ала. Нам этот вопрос очень важен и волнует многих людей. Некоторые люди, и многие, даже на почту задают вот эти вопросы. Я иду и вижу какую-то находку. Что лучше, взять ее или лучше оставить ее? Говорит, в этом вопросе есть разногласия у обладателей знания. Некоторые ученые говорят, аль-авдалут тарк лучше оставить, и не брать ничего из того, что ты нашел. И это мнение Джабира ибн Узаида, а та же ар-рабиа ибн Хусейма, та же апа, и это мазаб имама Ахмада, и это мнение передается от имама Малика. Говорит, и пришло достоверно от ибн Умара, что однажды ибн Умар увидел вещь на дороге, но не взял ее, не поднял ее и оставил ее так, как она есть. Это пришло достоверно от него в Мусаннафе ибн Абишейба. Говорит, почему? Потому что если человек поднимет эту находку, то он подставляет себя под то, что он будет есть запретное. То есть, возможно, не выполнит должным образом обязательства относительно находки, или соблазнится и заберет ее в свое владение без объявления о находке в течение года. Говорит, А также, если ты подобрал находку, она является у тебя чем? Амана. То есть, как бы вещью, которая лежит у тебя на доверенном хранении. Ты не можешь ее утерять и тому подобное. То есть, на тебе Амана. Ты должен ее хранить. Поэтому оставить ее и не подбирать ее лучше и безопаснее для самого же человека. А также некоторые ученые сказали, это второе мнение в этом вопросе, Если человек нашел находку в местечке, что значит Мадия? То есть, такое место, где эта находка пропадет. То есть, в таком месте, где живут люди, которые либо не боятся Аллаха и заберут эту находку и присвоят ее себе без объявления о ней. Либо люди, которые являются невеждами и не знают постановлений о находках, о находке. Говорит, Ва Амина Аля Навсихи Алейха. Или в таком месте, где эту находку могут забрать животные, допустим, и что-либо подобное. Или может унести ветром далеко куда-то в пустыню, так что его больше уже никто там не найдет. Говорит, Ва Амина Аля Навсихи Алейха. И при этом человек уверен, то, что он, иншаллах, выполнит те обязательства, которые лежат на нем, исходя из шариата относительно находки. В этом случае сказали, лучше ее подобрать. И это мнение об Аль-Хаттабе Аль-Хандбале и одно из мнений имама Аш-Шафии. И третье мнение в этом вопросе, это второе мнение от имама Ашафии, которое передается от него, что лучше подобрать, что не просто лучше подобрать находку, а находку подобрать является обязательным. Ли-Кавлии Та'ля, потому что Всевышний сказал, верующие мужчины и женщины одни покровители другим. Поэтому, если человек является покровителем другого, он обязан помогать другому сохранить его имущество. Так же, как ты обязан помочь твоему брату и сохранить его тело, если он рискует гибелью. То есть, если кому-то направлена гибель, ты должен его спасти. То же самое здесь. Если ты нашел находку, а это является имуществом верующего человека, ты должен помочь ему в сохранении этого имущества. Говорит, И этого мнения придерживался также Ибн Хаза. То есть, то, что подобрать находку является ваджибом, обязательным. И сказал имам Малик, и это четвертое мнение в вопросе, говорит, если эта вещь какая-то серьезная, то любимый для меня, чтобы человек ее подобрал. А потом объявлял о ней, то есть, в течение года, потому что в этом заключается сохранение имущества мусульманина. И это лучше, чем утерять это имущество у Атахлы с Ихимнадгара. То есть, лучше его спасти от утопания, что называется так, чем утерять. То есть, какое выражение образное. Говорит, шейх-хамат-ин-Хизам, подводя итог в этом вопросе. Говорит, лучше оставить находку и не подбирать ее. Кроме как, если эта находка утеряется, если ты ее не поднимешь. При этом, если ты уверен, что ты, иншаллах, сможешь выполнить обязательства относительно находки, выполнишь все это. В этом случае, лучше ее подобрать и объявлять о ней, то есть, как полагается, в шариате. Знаешь, брат, смотри, если находка находится в нормальном месте, в людном месте, так люди здесь живут, нормальные, чужое имущество не будут брать и тому подобное, то лучше ее оставить, не подбирать эту находку. Лучше пройти дальше, то называется «Ассаляма туляю Адилю Гашей». Безопасность не сравняется с ней ничто, не равно ей ничто. То есть, обезопасить себя от лишней фитны, от лишней смуты и от лишних обязательств лучше. Но если ты нашел находку и понимаешь, что эту находку, если ты сейчас не возьмешь, то ее заберут какие-то люди, что называется, нечистые на руку, заберут и присвоят ее себе, или эта находка пропадет, допустим, она находится в нелюдном месте и так далее, то в этом случае желательно тебе подобрать эту находку, подобрать эту находку и объявлять о ней определенное время, то есть, назначенное время в шариате. И не будет далеким от истины, если сказать, что в некоторых ситуациях это может быть даже обязательно. То есть, если человек уверен, что это имущество пропадет и не дойдет до ее первоначального хозяина, так, без того, чтобы ее подобрать, если ее так оставить, тогда в этом случае можно сказать, что подобрать эту находку является обязательным делом. То есть, видишь, постановление в этом вопросе неоднозначно. В зависимости от той ситуации, в какой ты нашел эту находку. Далее. Хадис под номером 932. Ананасин, радия Аллаху, анукаль, приходит Атанас ибну Малик о том, что он сказал. Однажды пророк, саллиллаху алисалям, шел по дороге и увидел на дороге Тамра, то есть лежащий финик. Факали сказал, ляуля анни ахафу антаку на мина садака ла кальтуга. Если бы я не боялся, что это финик из садака, то есть из милостыни, как допустим из закатных фиников и тому подобное, где-то выпал просто по дороге, то я бы непременно съел этот финик. Вот так покунали, этот хадис приходит у Бухари и Муслима. Почему пророк, саллиллаху алисалям, боялся, что это возможно из садака? Потому что посланнику Аллаху, саллиллаху алисалям, запрещено было есть садака и принимать садака. Поэтому, говорит, если бы я знал, что это не из садака, то я бы обязательно это съел. Хадис приходит у Бухари и Муслима и является достоверным. Зачем этот хадис здесь приведен? Чтобы указать на то, что если ты нашел что-то незначительное по дороге, его таариф не делается. То есть это не считается за находку, о которой нужно объявлять и тому подобное, но его можно забрать себе и использовать сразу же. Вопрос, который рассматривается под хадисом 932. Какого-то объявления об этой находке. И довод на это хадис Анас ибн Малика, который у нас упомянут в главе под номером 932. Говорит, мы не знаем никакого разногласия среди ученых, что разрешено брать что-то мелкое незначительное и пользоваться им в своих собственных целях. А что касается того, нужно об этом объявлять или нет, относительно этого есть разногласия. Мазаб ханбалитов заключается в том, что она не нуждается в том, чтобы объявлять о ней. Сразу можно использовать без объявлений. А некоторые сказали, является обязательным объявлять. Нужно объявлять об этой находке столько времени, пока ты не убедишься, что хозяин уже не будет искать такую вещь. Так или не найдет и не придет к тебе за этой вещью. Вал-азару л-кувлю л-авваль. Вааза махалю ва фима и за лам я алам сахибаха. Говорит и более правильное мнение в этом вопросе то, что мнение первое. То, что не нужно об этой находке объявлять. Почему? Потому что эта вещь незначительная. Никто ее искать не будет. То есть никто не вернется и не будет искать финик, допустим, что? Или какого-то, допустим, плохого качества ручку и тому подобное. Естественно, если ручка дорогая, хорошая, качественная и так далее, они необходимо объявлять. Речь идет о том, что является незначительным. Но здесь важное примечание, то, что если ты знаешь хозяина этой вещи, ты не имеешь права забирать эту вещь, даже если она является незначительной. В любом случае ты ее обязан вернуть. Вот это необходимо отметить. Что если ты нашел ручку, допустим, на ней что-то написано. Или ты знаешь хозяина этой ручки. Ты должен взять эту ручку и передать ее ему. Имеется в виду, если взял, то передай. Если не взял, тогда оставь ей, проходи мимо. Говорит, Затем ученые разошлись во мнениях. А что такое незначительная находка? То есть кто-то может сказать, это незначительная, а кто-то может сказать, нет, это маша Аллах, что-то дорогое, драгоценное или что-то важное, например, и так далее. Говорит, в этом вопросе сразу несколько мнений. Первое мнение имама Малика от Ажа Абу Ханифы. То, что не нужно объявлять о такой вещи, за которую не будут рубить руку, если ее человек украдет. То есть руб'у динар, четверть динара. То есть если человек нашел что-либо, и если бы он эту вещь украл, ему бы за это руку не отрубили. Об этой вещи можно не объявлять. Можно сразу себе забрать. Это первое мнение в этом вопросе. У имама Малика это считается то, что меньше чем 4 динара. А Абу Ханифы считают то, что меньше 10 дирхемов. Дирхемы это золотые монеты, динар это что? Серебряные монеты. Здесь можно подписать то, что динар это сколько у нас? 4 грамма золота. Динар это в основе 4 грамма золота. А дирхем это 3 грамма серебра. И в довод они привели слова Аиша, что руку не отрубали за воровство чего-либо незначительного. И отсюда они решили, значит, все что меньше того, что заслуживает отрубание руки, считается за незначительное. Этот асар от Аиши приходит у Аль-Баха, но более правильно в нем то, что это слова не Аиша, а слова кого? Урува ибну Аз-Зубейра. Говорит у Али-Шафи'и, филмас алейсалат, а филмас алатисаласату ауджух. А у шафи'итов в этом вопросе сразу 3 мнения. Фамин у манкали из них есть те, которые сказали все что меньше динара. Вамин у манхададу убедиргам. Некоторые сказали все что меньше диргама. Вамин у манхададу уберу бединара. А кто-то сказал все что меньше четверти динара. И последнее мнение в этом вопросе это мнение Мама Ахмада. То что неправильно проводить здесь какую-то конкретную границу. Говорит относительно этого нет никакого конкретного контекста. И другие контексты не похожи на этот вопрос. То есть то за что отрубается рука или не отрубается рука не имеет прямой связи с чем? С вопросом аллюката, с вопросом находки. Говорит у Али-Аннат-Тахдиду-Ат-Тахдир. К тому же, говорит, различные ограничения и установления границ не познаются в шариате посредством аналогии. Но берутся либо из контекста, либо из единогласного мнения. А в этом вопросе нет ни контекста, ни единогласного мнения. Это последнее мнение является верным. Потому что то, что не отмечено и не разграничено конкретно в шариате, оно возвращается к обычаям людей. Говорит поэтому правильное мнение в этом вопросе, то, что незначительная находка, это такая находка, находка или такая вещь, за которой среднего слоя люди не возвращались бы. Понял? Да, ты должен определить. Так, в какой местности я живу? То есть, брат, тоже это все зависит также от местности, от обычаев этой местности. Бывает, допустим, город, например, большой город, в нем живут богатые люди, обеспеченные люди и тому подобное, из богатой страны. Если они потеряют что-то мелкое, то они не будут возвращаться. То есть, человек, возможно, грубо говоря, даже в туалет пешком не ходит. То есть, все время на машине ездит и тому подобное, на дорогих машинах, и все люди вокруг такие. И ты нашел какую-то вещь, за которую он даже думать не будет, чтобы за ней возвращаться. И это считается средний слой в этом обществе. Здесь одно дело того, что такое незначительная находка. Другое дело, город бедный, допустим, люди живут бедные и тому подобное. Так, нуждаются в маленьких вещах, даже в незначительных вещах и так далее. И возвратились бы за эту вещь, если бы ее потеряли. Поэтому в этом месте незначительная находка и ее определение уже будет другим. Поэтому неправильно говорить динар или дирхем и так далее. Динар в одном месте дорог для людей, а в другом месте незначительен для людей. Говорит, И это мнение выбрал шейх Ибн Баас, а также постоянный комитет ученых, а также шейх Ибн Усаймин. Значит, подведем итог относительно этого вопроса. В этом вопросе получилось сразу несколько ответвлений. Говорит, первое, то, что единогласны ученые, что если ты нашел что-то незначительное, то ты можешь забрать это и пользоваться этим. Но разногласили, нужно ли об этом объявлять или нет. Более правильное мнение, что объявлять об этом не нужно. Ты можешь пользоваться этим сразу. Теперь второй вопрос. Если ты нашел какую-то вещь и знаешь ее хозяина, и эта вещь незначительная, обязан ли ты ее вернуть или нет? Обязан. То есть, так же, как если бы ты нашел что-то дорогое, драгоценное, ты обязан был бы это вернуть хозяину, так же ты обязан вернуть что-то незначительное. Даже если это будет что-то очень маленькое. И третий вопрос, который мы разбирали, что такое незначительная находка. Говорим то, к чему не вернулся бы средний слой этого общества в этом времени, в этом городе. То есть, смотришь не бедных людей, не богатых, смотришь средних людей, которые живут в этом обществе. Если бы кто-то из них что-то потерял и ушел из этого места, пришел бы он обратно к этому месту и искал бы он эту вещь или не искал. Если он эту вещь не будет искать, то ты можешь ее брать себе и, не объявляя о ней, сразу перенять ее в свое владение. Если он возвращался бы и искал бы, тогда ты должен объявлять. Это, иншаллах, разобрали. Хадис под номером 933. Приходит от Зайда ибн Халяда аль-Джухани о том, что он сказал. Однажды один человек пришел к пророку и задал ему вопрос о находке. Факали пророк ответил ему и сказал Ознакомься с ее сосудом, а также с ее веревкой. То есть имеется ввиду, ты должен ознакомиться с этой находкой должным образом. Посмотреть, допустим, если это кошелек, что это за кошелек, какого цвета, какой кожи, какие у него кармашки, какие у него замки и тому подобное. То есть это должен запомнить. Почему? Потому что когда к тебе придет человек и будет объявлять о своей находке, то он в смысле что будет говорить, я потерял кошелек. Ты будешь спрашивать его, какой кошелек, какого цвета, какого качества, что на нем написано и тому подобное. То есть эти вещи необходимо запомнить. Поэтому пророк сказал, что узнай, ознакомься с чем, с ее айфас. Айфас это сосуд, то есть не обязательно сосуд, как ваза, допустим, или банка. То есть любая вещь, в которую что-то можно положить. Кошелек, сундучок и тому подобное. Любая вещь, в которую что-то можно положить, называется айфас. Можно перевести как сосуд или емкость. Уйка, а также веревку. Уйка это то, чем завязывается, допустим, кошелек. То есть раньше чем, что играло роль кошелька. То есть такие мешочки, сверху которых была веревка. Там люди носили свои золотые монеты и так далее. Пророк, салаллаху асаламу, сказал, запомни, какая у него веревка и какая у него емкость. Потом, объявляя об этой находке в течение года, если придет ее хозяин, то отдашь ему ее. А если он не придет, то это уже твое дело. То есть можешь забрать его себе. Тогда человек сказал, если я овечку найду, то есть потерявшуюся, ничейную, говорит. Она либо тебе, либо твоему брату, либо волку. То есть имеется в виду, возьми ее. Так, возьми ее. Потому что если не возьмешь, ты возьмет другой, такой же, как ты. Если другой не возьмет, тогда волк заберет. Поэтому ее нужно забрать. Сказал, если я овечу верблюда, который будет ничейным или потерявшимся. Сказал, тебе это какое дело до верблюда. С верблюдами есть ее водопой и ее хиза, то есть ее, как бы что, копыта, которые ее, или ноги, которые ее носят. То есть верблюд не страдает, как кто? Не страдает, как овечка. Овечку может съесть животное, то есть волк, или она умрет с голоду. Так, а верблюд не умрет с голоду. Почему? Потому что у нее есть ее сика, то есть у нее есть горб, в который у нее отложена еда, которую она может что? Который ее организм питается. И хиза, а хиза, зачем нужно копыта? Отбиваться от волка. То есть волк не может напасть на верблюда. Потому что верблюд сильный, может дать отпор, в отличие от кого от овечки. Говорит, тари дульма вата кули шагер. То есть верблюд такое животное, которое способно дойти до водоема и кушает с деревьев. Хатта алкага рабуга. Пока не найдет ее ее хозяин. Говорит Мутафаху Налет, хадис приходит у Бухари и Муслима, является достоверным. Все эти постановления, иншаллах, у нас придут под этими хадисами. Относительно верблюдов, относительно овечек, относительно простой находки и тому подобное. Хадис под номером 934. Также приходит от Зайда ибн Халида Аль-Дюха, не о том, что он сказал. Сказал посланник Аллаха, Тот, который заберет себе потерявшееся животное, тот является заблудшим. Кроме как, если он будет объявлять о нем. То есть нельзя забирать животное с намерением присвоить себе его без объявления о находке. Кто так сделает, тот является заблудшим. То есть ошибающимся, тот, который совершает этим грех. Говорит Раваху Муслим, этот хадис передает имам Муслим, является достоверным. Далее. Следующий хадис под номером 935. Тот, который найдет находку, пусть приведет двоих свидетелей, которые за это засвидетельствуют. То есть пусть найдет двоих свидетелей, справедливых, которые засвидетельствуют об этом. И пусть запомнит ее данные. То есть ее сосуд или ее емкость, а также веревку, которая сверху. А потом пусть не скрывает ее. То есть пусть не прячет ее от людей, но что делают наоборот? Объявляют они. Если придет ее хозяин, то есть найдется хозяин этой вещи, то он больше прав имеет на нее. Если же он не найдется, то есть не найдется хозяин, то это имущество Аллаха, которого он дает, кому пожелает. То есть считай, что это Аллах, с.а. Тебе это имущество дал. Этот хадис передает имам Ахмад, а также четверо, кроме имама Тирмиди, и называл его достоверным Ибн Хузаима, а также Ибн Джаруд, а также Ибн Хиббан. Говорит Шиххамад Ибн Хизам, Сахиха, этот хадис является достоверным. Приводят его имам Ахмад, Абудауд, Абн-Насаи, Ибн Маджи, Ибн Хиббан, Ибн Джаруд. Все они по дороге. Следующий хадис под номером 936. Приходят от Абдурахмана Ибн Усмана Ат-Тайми о том, что пророк, с.а. запретил хаджи, то есть запретил хаджи и убрать находку. Раваху муслим, этот хадис передал имам муслим. Что касается того, можно ли подбирать находку, совершая хаджи и тому подобное, эти вопросы также придут далее по книге, иншаллах. Хадис под номером 937. Приходят от Микдама Ибн Маджи Кариба о том, что посланник Аллаху сказал. Не разрешено употреблять в пищу хищников, которые обладают когтями, а также осла, который является домашним, а также нельзя приобретать себе, то есть имеется в виду забирать свое владение, находку, если она является имуществом муахада, то есть землия, того, кто находится под ахдом, под договором между мусульманами и ими. То есть живут на территории мусульман, выплачивают джизию. Кроме как, если человек не нуждается в ней. Имеется в виду, кто вот этот вот земли. Раваху Абу Дауд, этот хадис передает Абу Дауд. Говорит Шахмам Абн Хизам, сахих, этот хадис является достоверным. Приводит его Абу Дауд, а также Мам Ахмад с двумя иснадами. До Абдурахмана ибн Аби Ауфа Аль-Джураши, от Аль-Мигдама ибн Маади Кариба, от Пророка, салаллаху алисаляму. Иснаду Сахих, и этот иснад является достоверным. По Абдурахмана Аль-Джураши, Рава Абдурахмана Аль-Джураши, от него хадисы передает целая группа передатчиков, и назвал его крепким имам Аль-Даракутни. Как это приходит в книге Суалата Суллими, а также в книге Суалата Ибн Хиббана и Суалата Аль-Айджли. Значит, этот хадис тоже является достоверным. Получается, что все наши хадисы нашей главы, то есть сразу пять хадисов, все являются достоверными в этом вопросе. Далее. Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 933 до 937. Первый вопрос от Таарруфу аля сифат аль-Луката. Каково постановление ознакомиться с чем? С находкой должным образом. То есть запомнить ее свойства и качества. Кадал-Хафизу ибн Хаджир фил-Фатх, говорит ибн Хаджир в своей книге Фатху-ль-Бари, Говорит, ученые разногласть в этом вопросе на два мнения. Самое внешнее и самое правильное мнение в этом вопросе из двух, то что это является обязательным. Потому что пророк, саллиллаху аля саллим, приказал это. То есть смотри, сразу в нескольких хадисах пришло и ариф, арифа саха вау викаха, то есть ознакомься с ее содержимым, с ее емкостью, с ее веревкой и так далее. Говорит, ва киля юстахаб, а некоторые сказали, это является желательным. Ва кала баудухум яджибу инда лилтикад, о юстахаббу баадагу. А некоторые сказали, является обязательным ознакомиться при подборе этой вещи, а далее уже ознакомливаться является желательным. То есть имеется ввиду, если ты забыл, допустим, или не записал этих данных и так далее. Дальше уже это желательно. Правильным является мнение о том, что это является обязательным. Потому что пророк, саллиллаху аля саллим, приказал это. Как у нас пришло в хадисе Зайда ибн Халида, то есть под номером 933, а также в хадисе Айяда ибн Химара, под каким номером? Под номером 935. И так же это пришло в хадисе Айяда ибн Хаба, который приходит у Бухарии и Муслима, и здесь у нас не приведет. Говорит, у астахабба аглюль альм китаба ас-сифа. Более того, ученые считают желательным записать эти данные. Чего? Потому что, возможно, человек забудет эти данные в течение года. Или забудет о них и не вспомнит о них должным образом и тому подобное. Поэтому эти необходимо и желательно записать у себя. В каких качествах эта вещь была при находке? Потому что бывают такие вещи, которые меняются со временем. Через месяц, через два, через три. Возможно, предмет изменится. Поэтому нужно отметить и записать у себя, на каких свойствах была эта вещь при находке. Потому что, когда человек придет, хозяин, он будет какие называть атрибуты? Те, на которых он оставил эту вещь. Правильно или нет? Откуда он знает, как она поменялась и какое она стала на это время? Для того, чтобы человек не забыл эти описания. Говорит, какие атрибуты и какие качества нужно запомнить. Во-первых, это емкость. То есть, в чем была эта вещь? В пакете, в кошельке, в сосуде и тому подобное. В коробочке. А также, на что она закрывается? То есть, возможно, веревка, может быть, замок, может быть, вот эти заклепки и тому подобное. Как они выглядели? А также, число. То есть, сколько их было? Одна вещь, две вещи, три вещи. И сколько денег, допустим? Пять тысяч, две тысячи и так далее. А также, рот. Что это? Золото, серебро, драгоценность. Что это такое? Понятно или нет? Говорит, а также, объем, количество. Как это пришло в прошлых хадисах нашей главы, и одному Аллаху лучше известно. Значит, в этом вопросе, что мы разобрали? Является ли обязательным запомнить те качества, на которых был предмет, когда ты его нашел? Более правильное мнение, то, что это является обязательным. Более того, является желательным даже записать эти свойства, чтобы они не поменялись, или чтобы ты о них не забыл. Что конкретно из свойств относительно этого предмета нужно запоминать? Это его рот, его количество, его объем, его емкость и его связующий элемент. То есть, как веревку или замок и тому подобное. Далее. Следующий вопрос. Алишхаду алихахина яджидуга. Каково постановление? То есть, привести свидетелей или найти свидетелей, которые засвидетельствуют за то, что ты нашел находку. Загаба акферу ахлиль альм иля истихбабили шхад аля луката. Большинство ученых считает, что желательно, чтобы кто-то засвидетельствовал о твоей находке. Из-за хадиса Айада ибн Химара, который у нас в главе, тоже под номером 935. В нем приходит мануаджида люката танфальюшхид азавай адлин. Тот, который найдет находку, то пусть за это засвидетельствуют два религиозных человека. Говорит и это мнение Мама Ахмада, Малика и Аш-Шафии. И второе мнение в этом вопросе, это мнение Абу-Ханифы и Ла-Уджубили шхад. Который считает, что это не просто желательно, но является обязательным. И в довод привел хадис Айада ибн Химара, потому что в нем приходит приказ на это. Говорит Абу-Ханифа, а приказ несет за собой обязательность. Говорит, если он не засвидетельствует, то есть не найдет свидетеля относительно этой находки, то он несет за нее ответственность. Потому что если он не сделал этого, то он подобен тому, внешне, выглядит таким человеком, который хочет забрать ее себе. Иначе зачем он не находит свидетеля относительно этого. Большинство ученых, какую аргументацию привели на то, что это не обязательно, но лишь желательно. То, что пророк не приказал этого. И это указывает на то, что это не является обязательным. А иначе он бы разъяснил им это так же. А что касается ответственности за находку, несет ли нашедший человек ответственность за находку? Говорит, несет только в том случае, если с этой находкой случится что-то из-за его попустительства или приступания границ. Вот этот момент тоже важен. Ты нашел, допустим, какую-то находку. Потом эти деньги, которые ты нашел, сгорели, например, но не по твоей вине. Или у тебя их украли. Отвечаешь ты за них или нет? Ты за них не отвечаешь. Но если ты сам совершил какое-то приступание границ или легкомыслия, тогда ты отвечаешь за них. Допустим, ты оставил кошелек с деньгами в открытом состоянии на улице, под дождем, допустим. И естественно, что эти деньги испортились от этого. Кто понесет за это ответственность? Будешь нести за это ответственность ты, так как ты стал причиной их гибели. Так, значит, наш вопрос, что получилось в нем верным? То, что найти свидетелей на то, что ты нашел находку, и на то, что ты конкретно нашел, является чем? И является желательным. Является желательным, но не обязательно. Следующий вопрос. Хукмата Арифил-Луката. Каково постановление объявлять о находке? Амма-Изалям-Такуни-Асира. Ва-Арада-Тамал-Лукаха. Фаяджибу-Алей-Та-Ариф-Били-Жма. Говорит единогласное мнение ученых, что если находка не является незначительной, то есть является какой-то значительной, ценной, и человек хочет приобрести ее в свое владение, то он обязан сначала объявлять о ней. Это единогласное мнение ученых. Ученых. Кал-Уан-Навуи вагайруху. Об этом сказали имам Ан-Навуи, а также другие ученые. Уайадул-Лу-Алей-Амрун-Наби, салал-Лау-Лау-Ласаляма, биз-Алика, филах-адисам мута-Каддима. И на это указывают различные приказы пророка, салал-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау-Лау, на это, в различных хадисах, которые приходят у нас в главе. Амма-Изалям-Такуни-Асира. Теперь другое немного ситуация. Если эта находка тоже является ценной, значительной, но человек не хочет приобретать ее себе, то есть вообще не хочет ее в свое владение вводить. Но хочет ее охранить, пока не придет хозяин. Уалям-Юрит-Тамалюка. То есть изначально не желает ее себе приобретать. Фамада-Бу-Л-Аксар аля анну яджибу-Та'арифу-Айдан. То в этом случае большинство уже ученых считает, что все равно человек обязан объявлять о ней. И это мазапи имама Ахмада. И наиболее достоверное мнение из двух у шафиитов. То есть так считают, кто шафииты. И второе мнение в этом вопросе, это второе мнение имама Шафии, который считает, что если человек не собирается приобретать эту находку в свое имущество, так, но просто хочет хранить ее до тех пор, пока не придет хозяин сам, то он не обязан о ней извещать. И это мнение также некоторых шафиитов. Но это мнение является слабым. Во-первых, потому что доводы пришли общие. Доводы, что пришло, если ты подобрал находку, будь добра объявлять о ней. Хочешь ты ее приобрести в свое владение или нет, это уже не разъясняется в хадисе. А также, если бы человек не хотел объявлять о ней изначально, то он не имел бы права ее поднимать. Так или нет, потому что если в этом случае оставить ее на ее месте лучше для хозяина этой вещи. То есть представь, брат, ты проходишь мимо вещи, взял ее без намерения, что ты будешь о ней сообщать. Откуда хозяин знает, что она у тебя? Правильно или нет? Может, пролежит у тебя 20 лет, он так и не узнает об этом. В этом случае лучше оставить эту вещь на месте, возможно, хозяин вернется на это место и найдет эту вещь свою. Говорит, либо, говорит, он придет в это место и будет искать в этом месте эту вещь и найдет ее. Или, говорит, какой-то другой человек ее подберет и будет о ней объявлять. Поэтому, если ты ее возьмешь и о ней объявлять не будешь, то этим самым, что ты приведешь к тому и станешь причиной того, что хозяин вещи не найдет свою вещь, а это является запретным. Значит, каково постановление объявлять о находке, если она является значительной или драгоценной, то есть не из группы незначительных находок. Постановление в этом то, что это является обязательным. Ваджиб. Без равенца, хочешь ты приобрести ее в свое имущество в дальнейшем или не хочешь. И последний вопрос на сегодня. Какой срок объявления о находке? Подавляющее большинство ученых считает, что срок объявления о находке год. И в довод на это привели хадис Зайда ибн Халиды, который у нас в главе, то есть под номером 933. И сказал Абу Айюб Аль-Хашими, это следующее мнение в вопросе, Если находка дешевле 50 дирхамов, то они нужно объявлять лишь 3 дня. И сказал Абу Айюб Аль-Хашими, если находка равна дирхаму или меньше, то они необходимо объявлять 4 дня. И сказал Абу Айяб Аль-Хашими, то, что меньше динара, они необходимо объявлять джима. Как понять джима? То есть после джима объявить или что имеется в виду? Нет, под джима имеется в виду сбок недели. А унахуга или тому подобное. Но большинство ученых привели в довод хадис Заида Ибн Халида. А что касается вот этих мнений, если 50 дирхемов и 10 дирхемов и так далее, то 3 дня, 4 дня на это нет довода. Говорит в Акаджа это хадис Убай Ибн Кааб. И получилась здесь сложность в этом вопросе. Исходя из чего? Потому что пришел хадис Убай Ибн Кааба у Бухарьи и Муслима. В котором сказано, что необходимо объявлять о находке в течение 3 лет. Как этот хадис приходит у Бухарьи и Муслима является достоверным. Говорит, но большинство ученых ответили на этот хадис сразу несколькими ответами. Из этих ответов Амнар Рауи Кадшекка. То, что передатчик этого хадиса указал на свое сомнение. И сказал, как это приходит в некоторых риваятах. Я точно не помню, как было сказано в хадисе. 3 года или 1 год. И вот эта вот передача, которая сомневалась, его звали Саляма Ибн Кухей. Но большинство дорог или большинство исматов этого хадиса без сомнения. То есть в них говорится именно 3 года. И Саляма Ибн Кухей начал сомневаться в этой передаче только через 10 лет после того, как он выучил этот хадис. Говорит, а некоторые сказали, просто тот, который объявлял об этой находке год, пророк Саляма посчитал, что он объявлял недолжным образом. Поэтому приказал ему объявлять еще год. То есть как в этом хадисе приходит? Человек нашел находку, сказал, что с ним делать? Пророк Саляма сказал ему, объявляй о ней год. Он пошел, объявлял год. Потом пришел, сказал, объявляй еще год. Потом еще год и так далее. Каждый раз приходил и говорил, хозяин не нашелся. Поэтому некоторые сказали, возможно, что он плохо объявлял. Поэтому пророк Саляма велел ему объявлять еще год. Вафия Назар. Но это является неправильным ответом. Вакали Ибн Монзире сказал Ибн Монзир Это третий ответ относительно хадиса. Говорит Ибн Монзир, установилось единогласное мнение в противоречии этому хадису или смысла этого хадиса. Поэтому, говорит, есть как бы иджма, единогласное мнение, используется как довод на то, что этот хадис аннулирован. То есть не само единогласное мнение аннулирует хадис. Но оно указывает на то, что этот хадис аннулируется какими-то контекстами. Кольто говорит Шибхаммад и Нахизан Говорит, но еще можно как ответить на этот хадис, то, что это более богобоязненно. То есть если человек хочет соблюсти богобоязненность и сделать наилучше, то лучше объявлять три года. Но это не является обязательным. Поэтому правильным в этом вопросе является мнение большинства ученых. То, что объявление находки является необходимым в течение одного года. Что касается незначительной находки, то есть лучше о ней что сделать тоже объявлять. Смотри, брат, если ты нашел находку незначительную, то о ней объявлять не обязательно, но желательно. Сколько о ней объявлять, пока не успокоится твое сердце, что хозяин уже не найдется относительно этой вещи. Если же находка значительная, то обязательным является относительно нее объявлять в течение года. И если у тебя сердце не успокаивается, или лучше, еще желательнее, сколько объявить? Больше, чем один год. Два года, три года и тому подобное. А вообще обязанность, ваджиб это один год. Остальные вопросы будем разбирать на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok